Проект рассчитан, между всего, на ребят, где-то так, седьмой или девятый класс. Ну, это, как мы, сделаем для того, чтобы, ну, слишком рано, наверное, я не смогу, да? А десятый и одиннадцатый класс, мы уже ориентированы на какие-то дни, которые нужны для выступления и так далее. А вот среднее звено, мы более восприимчивые ребята, которые, действительно, с достаточно большим интересом, ну, все это дело-то знают. Ну, и, в принципе, срок, хочу сказать, только на чем мы останавливаемся, чем мы выководствуемся. Ну, прежде всего, почему нашу работу мы можем назвать исследовательским проектом? Ну, хотя бы потому, что мы, ну, то есть, выполняется по аналогии с научными исследованиями. То есть, у нас обязательно присутствует основание актуальности исследуемой проблемы. Ну, то есть, берем, прежде всего, тему, которая актуальна и актуальна для нашего предложения. Одного труднее результатов. То есть, проектным работам, да, мы сочиняемся результаты исследования, оформленные определенным образом. Но уже оформляем в зависимости от того, для которой конференция мы стараемся. Потому что, все равно, выполняя какую-то работу, мы принимаем, где мы будем представлены. Но в каждой конференции, если требуем, поэтому, в принципе, мы уже, кстати, из этого попадаем. И типичные ошибки, которые очень часто встречаются, когда, в общем, вчера занимается исследовательской работой. И очень часто она, скажем так, теряется, свой исследовательский характер она теряет, и постепенно превращается в операцию. Так вот, структура и характер работы очень часто предстоит исследовать, ну, жанр исследовательской работы. Дальше. Цель исследовательского проекта, мы уже с вами сказали, да, цель исследовательского проекта, это обязательно, скажем так, подтверждение какой-то выгнутой дефортизы с конечным уже оформлением ее в качестве готового продукта. То есть, выполнение работы. Основные черты исследовательской работы. Как мы уже с вами отметили, это обоснование темы и актуальность. Обязательно в основном на цели и задач формулируется генеральное направление исследовательского проекта и поэтапные шаги, которые нужно предпринять, чтобы эта цель была достигнута. При этом цель должна быть не размазана, а должна быть одна. Далее гипотеза. Кстати, для школьных исследований она, в принципе, не всегда обязательна. Это предположение, как доказано, цель переопровергается, что есть исследование. Она не должна быть кривиальной. Достаточно, скажем, освежать сферк научную работу. Важный момент является правильная методика. Понятное дело, что мы используем методики, которые должны быть в какой-то степени адаптированы для учеников. Тем более, у нас средняя сгонова, седьмой, пятый класс. Она должна быть четко названа, автор должен уметь объяснять ее суть. Далее, очень важно, чтобы это были собственные данные, которые являются главной сферработой. И автор должен четко выделять и предъявлять его как собственные. То есть, именно такая работа в компуляции исследовательской. То есть, та информация, которую мы перерабатываем, это данные, полученные, естественно, на армию. Либо из-за дискарты, либо полученные результаты определенных исследований. Ну, скажем так, начинаем мы работу где-то в 8-ю. То есть, в начале года определяемся с темой. Здесь очень важно, чтобы тема была интересна всем ребятам. Они могут свои какие-то предложения делать. И потом уже сообща, вместе выбираем тему. Но, опять же, эта тема должна быть интересна всем и преподавать для ученика. Должна быть какая-то актуальная проблема, которую мы решаем. Опять же, на нашем правительственном материале. Дальше. Ворабатывается план. Ворабатывается план для всей группы исследователей. И конкретно для каждого. Тематика работы должна быть предельно конкретной и служена максимально. До тех пор, когда не станет подъемом для ученика в точные годы. И рамка своей темы должна свободно отвечать на любой вопрос. Должна просвеживаться очень четко логика о цепочке цель, задачи, методы, результаты и выводы. Все данные, теоретические положения, суждения, выходящие за логику о цепочке, должны быть отброшены. Необходимо обратить внимание на достаточные сведения, содержащиеся в теоретической части работы. Для основания и выполнения экспериментальной части. То есть, достаточно. Ну и когда выдаются задания ребятам, то это не, скажем так, он не выглядит, как вот такой вот по пункту, скажем так, право. Да, то есть, какой-то уж совсем дотошный план, по которому он должен работать. Иначе это превращается в просто учебное задание, а не исследовательскую работу. Каждый следующий этап рождается с предыдущим, причем в процессе совместных обсуждений актера и руководителя. Поэтому, кстати, сказать очень важно, чтобы взаимоотношения руководителей с детьми, они не вырастают, ну, скажем так, чтобы учитель не доплел над учениками. Но это настолько совместная работа, и не всегда понятно, куда мы выйдем, ну, какой результат мы получим. Мы, скажем так, иногда получаем очень интересные какие-то результаты, и, скажем так, отъяснить их мы сразу не можем, мы решаем все вместе. И на самом деле это сопорчество такое, когда действительно иногда истинно рождается в этом совместном исходе даже. Что еще? Какую бы мы тему ни выбрали, да, как бы далеко мы не вышли за рамки учебника, все равно мы опираемся на материал в школе предметов. Направлена, прежде всего, наша работа на освоение учащихся нескольких ключевых научных понятий, которые, то есть, опираемся на школьный материал, но при этом привлекаем сюда и какие-то научные понятия, ключевые научные понятия, которые не абказированы буквально на отличие от научных текстов, а литературных и публицистических. То есть, когда сама работа пишется, здесь очень серьезное внимание обращается на стилистику, на грамотность и сложение, чтобы это не было «я решила». То есть, какое-то определенное правило, определенный порядок того, как пишутся научно-исследовательские статьи, но я по-другому обращаю. Но, что касается таких научных понятий и терминов, то какие-то вводные даются одно уроки. Например, изучаем, приедем, да, мы прямо на уроке немножечко дальше за рамки учебника заходим. Не просто расход к логовым определениям, каким образом рассчитывается тот самый расход, а как его можно рассчитать, что такое модуль строка и так далее. То есть, мы выходим немножечко за рамки учебника. И в целом, и тогда уже видно, кому это интересно, кого это лучше получается, и согласно этому, что-то он подбирается. И в процессе научного познания, учащиеся знакомятся с теорией, проводят полевые исследования, анализируют полученные данные, проводят дополнительные наблюдения, потом переосмысливают то, что мы получили, отдельные результаты, определяют проверки, что-то какие-то первоначальные теории. И впоследствии одно исследование причуду с собой другое. Вот у нас, в принципе, так и получилось. И те работы, которые мы вам сегодня хотим показать, ну, тут видно, что мы начали, допустим, заниматься изучением небольшого ручья, мы использовали, например, простые полукторические метроники для изучения качества воды, химические показатели. А потом, скажем так, наше исследование расширили, привлекли сюда уже изучение гидробионов, которые тоже будут быть показателями, вычислили, тылодорируемые и так далее. То есть, постепенно расширяем их, и здесь очень важно, чтобы мы понимали, да, сейчас есть программы, которые отслеживают речи об агенте, и так далее, сейчас там подышать 20%, да, если при заимствовании у кого-то, опять же, подтверждая это, подписывая актуалатры взятых, выпустим каких-то лечебных деленок, но мы стараемся, чтобы у нас работа была в чистом виде исследовательства, и вот здесь мы следим за этим очень скоро. В конференции, в которых мы участвуем, обычно на это обращают очень серьезные внимание. Мы начнем с самой нашей ранней работы, это учень академический, с которого мы начинали изучение, в принципе, наш проект направлен на изучение малых водотопов Владивостока, о них мало что известно, потому что они небольшие по размеру, и на это ученые мало внимания обращают, но, тем не менее, ясенецу свой Доможеский залив, несмотря на то, что город наш красивый, как раз вокруг этого залива раскинулся, но экологическая ситуация у нас достаточно серьезная.